Итак, мистер Гарри Гензлер, расскажите нам, пожалуйста, почему такие криптовалюты, как эфириум, дэш, дот, атом, не являются ценными бумагами? Спасибо, это довольно просто объяснить. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Друзья, ну я не могу уже просто спокойно об этом говорить. Посмотрите, как точно в очередной раз отработал уровень по TRDR, по нашему любимому скринеру TRDR, ссылка на который есть в описании. И обзор, как этой штукой пользоваться сейчас появится вот там вот сверху, куда, собственно, стрелочку указывают путь биткоину. Вот, посмотрите обязательно, если не видели, нажмите на паузу и сохраните то видео. Короче, в двух словах, эта штука рисует очень значимые уровни. Посмотрите, вот был уровень плита, она ниже как бы показывает такие штуки, это мы ее так настроили. Вот здесь очень значимый уровень, и как вы можете видеть, нифига мы ниже не уходим. Вот тут был значимый уровень, ну тут чуть ниже ушли, но от него все равно был отскок сильный. Здесь был значимый уровень на шорт, ну точнее на верху. Это не всегда сигнал на шорт, но это сигнал о том, что будет флэт, как минимум, то есть сильный уровень. И так далее, и так далее, и тому подобное. Если вы с нами торгуете по TRDR, тут идеальные вообще были сетапы по нему. Все, это время. Так что, ребята, серьезно вам говорю, рекомендую, просто это не реклама. Это я вам от души говорю, 300 баксов в год, оплатить можно любой криптой, отбиваются за один трейд реально. Ладно, что у нас там происходит на рынке? Да, и кстати, в конце этого выпуска будет очень интересная инфа про SEC и про Гэри Гэнслера, так что не пропустите, досмотрите до конца. Что у нас происходит локально? Сейчас биткоин резво отбился, да, от этого уровня. Он же совпал с 0,23 фибой. Это у нас было плюс-минус 27 тысяч долларов. И собрался наверх. За какими уровнями смотрим теперь следующими? Ну, естественно, это 30 тысяч долларов с копейками, предыдущее сопротивление вот здесь. Опять же, смотрим на наличие сигналов. Если они будут появляться, сигналы на продажу, мы об этом обязательно сообщим у нас в Телеграме. Поэтому проверьте также подписочку на наш Телеграм, если вы еще не там. Вот. И в Телеграм-чат, кстати, что немаловажно, потому что в Телеграм-канале иногда не все попадает. То есть кто-то из ребят может кинуть сигнал, там, я могу там спать, условно говоря, не заметить, как было вот с этим, кстати, со вторым сигналом. Я просто тупо валялся, больной с температурой. Жесткий вирус какой-то, уже вторую неделю болеем, лечимся, в общем, вот так вот. Значит, какие уровни следующие? Это 30 тысяч 500 примерно, предыдущее сопротивление. Если мы его пробиваем, возможно, будет откат с ретестом, но тем не менее, когда мы его пробьем, правильнее будет сказать не если, а когда мы его пробьем, то, ребят, там, на самом деле, ракета пустая и картина маслом просто, то есть там путь открыт и на сорокет сразу. Посмотрите, сколько ликвидаций шартистов будет там выше 40, скажем. Ну, для начала, куда-то в район там 34, 36, 38, я думаю, сходим. Вот, это мой план, поэтому я на Байбет продолжаю догружаться. Как последний хомяк, у меня был вот здесь вход, идеальный, если вы меня смотрели. Идеальный был тут вход, или, а может, кстати, в видео даже еще могло и не быть. Я, короче, набрал здесь позиции и потом их разгрузил, как хомяк, потому что криптодед мне нашептал. Криптодед мне говорит, продавай все, сейчас коррекция будет, медвежка еще не закончилась. Короче, отписывайтесь от криптодеда, ставьте диз. Ладно, шучу. Вот, и да, короче, я все продал, и вот все полетело. Поэтому я перешел по локальной вот этой полке, перезашел. Вот, стою, ну, тут стоп ручной, как бы, риски все беру на себя. Торгую на нашей любимой бирже Байбет, ссылка на которую в описании. Обзор, как на ней торговать, также есть. Сейчас появится сверху очень понятный обзор, простыми словами, без воды и ерунды. Вот, собственно, цели, я уже сказал, да, это переписываем сейчас локальное сопротивление. Идем куда-то в район сорокета по биткоину. Что является, собственно, что является средними значениями, да, то есть у нас все еще это пора было в деле. Сетка EMA Ribbon на дневке, как вы можете видеть, отработала как поддержка. Зеленая точка на сайфере, RSI развернулся. И минуты четырех часовки здесь вообще была желтая точка вот в этой области, вот она на сайфере. Поэтому тут все просто звезды сошлись, собственно. Единственная гриня взял это. Кондуктора обманул, билет купил, а сам не поехал, да, вышел из лонга и все полетело. Ну, ничего страшного, мне Пифагор только что звонил, у него там тоже видео вышло на хаях, покупай. Блин, ребят, это рынок, это часть этого всего, это часть трейдинга. Это часть великого хаоса вселенского. Никто не может знать точно наверняка, поймите, все когда-то ошибаются. Поэтому ни в коем случае вы смотрите контент, анализируйте, но вы делаете свои выводы. Я вот лично так и делаю всегда. Я смотрю очень многих блогеров и зарубежных, которых мы для вас переводим на наш канал. Кстати, обязательно ставьте лайк, если вам это нравится, и подписывайтесь на канал, если вы зашли впервые. Короче, ну все равно, я же не говорю вам точно все, там, Бенджамин Коуин сказал то, или там Карл с Луной сказал это, там, или Олеся Сиростенко. Ну, я собираю мнения разных людей и смотрю, какие-то совпадают с моим, какие-то нет, и я анализирую рынок дальше. Вот. И сейчас я вижу, что мы идем вот в эту зону средних значений, которая находится от 30 до 45 примерно тысяч долларов за биткоин. Это мое мнение, это мой план игры, я так торгую, вот, и вы торгуйте как хотите. Надеюсь, вам полезен мой контент. А еще я вам покажу сегодня, надеюсь, вам нравится такой контент, и он, надеюсь, вам полезен каким-то образом мой контент. Вот, и альты, альты, еще что хочу сказать, друзья, альты, по всей видимости, тоже скоро пойдут на Тузамун, но в моменте мы видим, что доминация идет вбок, доминация идет вбок, то есть у нас был вроде как туда удар в сопротивление, посмотрите, как мы точно от этого многолетнего сопротивления по доминации отбились вниз, и вроде как сейчас удержали сетку. Меня это чуть-чуть, на самом деле, напрягает, как альт Тузамунера, ну, как и многих из вас, наверное. Я, конечно, биткоин Тузамунер тоже, но у меня же альтов все-таки прилично, как и у вас, наверное, и мы все ждем Тузамуна по ним, чтобы выйти хотя бы в биток, поэтому сейчас парабола-то, возможно, еще не сломается. Да, как бы она вот так уже сломалась, и, короче, но может оказаться вот такой. И надо смотреть сейчас, как поведет себя цена. Если цена сейчас начнет пробивать в этот блок доминации, ну, не цена, а индекс, да, процентное соотношение, то, чуваки, походу, вот это и будет зона для до набора альтов. Это будет та зона, где альты к битку просядут еще сильнее, и можно будет набрать отличные лонги по альткоинам, потому что потом будет вниз по-любому, то есть альты пойдут наверх к битку. Но такой сильный прострел, как я нарисовал, я думаю, вряд ли дадут. Его либо вообще не будет, и сейчас пойдем сразу вниз, либо сейчас дадут какой-то ложный, там еще один, или двойную вершину, и пойдет вниз. Но это я так думаю, я не знаю, я так жду, может быть, все, что угодно. Поэтому, друзья, дисклеймер, не финансовый совет. А сейчас я вам хочу показать один очень бычий знак для биткоина. Еще один очень бычий знак для биткоина, который отметил наш коллега Кевин Свенсон. Спасибо большое за перевод. Чувакам с канала БлаБлаКрипта подписывайтесь на них, кстати, тоже. Ссылка сейчас появится сверху. И давайте посмотрим, что говорит старина Кевин. Как дела, друзья, и добро пожаловать на канал. Сегодня будет очень важный выпуск. В последних нескольких видео мы предвещали дампу до того, как он случился. И биткоин рухнул. Затем мы выпустили видео с разъяснениями, почему биткоина произошел дамп. А вчера мы рассказали о подготовке к долгосрочному входу в лонг. И, друзья, угадайте, биткоин это сделал. Индикатор RSI, как и все предыдущие разы, показывает в лонг. Он падает вниз, цена падает, образуя дно в форме буквы V. После чего хистограмма МАГДИ начинает показывать формирование положительного импульса. Мы видим данные МАГДИ на дневном таймфрейме. Переходит от рыхлого к сплошному, означающее формирование положительного импульса в рынке. И каждый раз, когда это происходило в прошлом, мы видели очень значительный импульс вверх. И сейчас мы снова видим, как это происходит в очередной раз. Если вам нужна большая уверенность, вам следует дождаться закрытия этой дневной свечи. И если это произойдет, и вы увидите плотную гистограмму, то это будет значить возможную вероятность начала формирования рынка этого положительного импульса, когда растет давление покупателя, а RSI будет готов сделать новый аптренд. RSI снова начнет движение вверх, достигая этого тренда, по мере движения цены вверх. Что станет, точнее, что может стать, в теории, окончательным входом в лонг прямо сейчас, или, по крайней мере, когда эта дневная свеча закроется. Повторюсь, это снова происходит в очередной раз. Если мы посмотрим на историю, то можем увидеть с вами последний крупный аптренд здесь, в 2021. Вообще, возвращаясь к 2021, друзья, вы можете увидеть здесь, здесь 2020 переходит в 2021, когда мы впервые достигли 65. И аналогичные вещи происходили также и здесь. Я могу повторить снова, что RSI образовало дно в форме V, а хистограмма МакДи перешла от рыхлого к плотному. И если вы лонговали в этот момент, то вы поймали движение. И в итоге это движение происходило весь этот аптренд. И вот то же самое с биткоином. Сейчас, в 2023, мы с вами видим точно такой же сетап. Таким образом, в теории, это становится очень хорошим моментом для захода в лонг. Но, конечно же, нет никакой гарантии, что это отработает так, как ожидается. Так как есть вероятность, что мы увидим плотную инстаграмму, показывающую потенциально позитивный импульс. Но в итоге все закончится возвратом в пустоту. А позднее опять возврат к плотному. Так что такая вероятность действительно есть. Мы можем собрать больше негативного импульса, а потом позднее перейти в плюс. Но, несмотря на это, это по-прежнему является оптимальным сигналом в лонг, который вы пытаетесь поймать, начиная с этого момента. Если вы лонговали здесь. И, конечно же, если вы трейдите, вам следует использовать стоп-лоссы для митигации рисков, если это сигнал ложный. Но лично я уже зашел в несколько лонгов, будучи ожидая данное движение. Так что, докуда мы можем дойти? Так как цена отскакивает, и мы уже преодолеваем 28 на момент этого видео. Если мы вернемся к моей оригинальной теории, то, согласно ей, биткоин будет создавать очередные восходящие низы в рамках этой параболической кривой, которую он уже некоторое время формирует. И если мы на нее посмотрим, то будет понятно, что биткоин уже готов двигаться вверх к направлению первого нисходящего верха медвежьего рынка после 69к, когда мы увидели первый крупный нисходящий верх. 48к, что также соответствует уровню Фибоначчи 6.1.8, что также становится и базой этой параболической кривой. Так что, в теории, биткоин уже может быть готов к этому последнему крупному забегу, к отметке 48к, перед тем, как сломать эту параболу. И это очень похоже на забег, который был в 2019-м. У нас был бычий рынок 2017-го, переходящий в 2018-й медвежий рынок. У нас также была парабола между циклами, которая привела нас примерно всего лишь немногим выше основания первого нисходящего верха медвежьего рынка. Так что в 2019-м мы это видели после медвежьего рынка, после чего произошел халвинг, халвинг биткоина. То есть кое-что, произошедшее между медвежьим рынком и халвингом биткоина. И вот этот сетап выглядит абсолютно одинаковым с тем, что сейчас есть у нас. Период после медвежьего рынка и перед следующим халвингом, где-то вот здесь. Так что я думаю, что у нас получается междуцикловая парабола, которая может нас привести к крупной вершине, до 48к первого нисходящего верха, до спуска вниз, боковика и ожидания халвинга. В общем, я здесь вижу крупное движение для биткоина вверх. И график дневного таймфрейма мне сейчас подсказывает, что это так и будет. Мы уже начинаем видеть признаки этого по мере нашего диалога. И даже во время обсуждения во вчерашнем видео. И таким вот образом, друзья, я хотел лишь вам показать то, что я вижу на графиках. И надеюсь, что вам это понравилось. У меня здесь уже открыто несколько лонгов. Сейчас я смотрю топовые альты для входа в лонг. В общем, друзья, желаю вам удачного трейдинга и увидимся в следующем выпуске. Ну вот, друзья, как вы видите, собственно, да, пара была не сломана. И ожидания очень позитивные. Может быть, конечно, на этом фоне всех опять обманут, да, и повозят еще по дну до халвинга. Такой вариант есть. Поэтому используйте правильный риск менеджмент. Но если сейчас начнется ракета и фома, понятно, что потом все равно повозят еще где-то в канале в этом. То есть, если мы дойдем до верхней границы этого канала, велика вероятность, что мы потом в нем еще посидим. Но, тем не менее, не пропустите движение. Лучше быть в ракете, чем вне ее. Используйте правильный риск менеджмент, короткие стопы или, наоборот, маленькое плечо, там, правильное усреднение. Об этом всем у нас куча видосов на канале. Техник торговли, как работает рынок, особенности торговли на байбит и так далее. Посмотрите обязательно, если вы не видели. Подписывайтесь обязательно к нам в Телеграм и на канал. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать все эти важные алерты. Потому что винрейт последние несколько месяцев у нас просто 100%. 100% с учетом правильного риск менеджмента. Ну, то есть, он, конечно же, 90% с чем-то последние несколько месяцев. Но правильный риск менеджмент делает из него 100%. То есть, вы не позволяете себе терять больше, чем зарабатываете. Все, друзья мои, всем профитролей. А, и, конечно же, разрывнейшая новость про Гири Генслера и ценные бумаги. Ребята, вскрылись просто сногсшибательнейшие подробности про ценные бумаги. Спасибо большое за то, что их открыл нашему другу Рэмбо. Рэмбо Джангл, который перевел для вас специально любезно это видео. Смотрите и держитесь за стул. Подписывайтесь на Рэмбо тоже обязательно. Всем пока. Итак, мистер Гарри Генслер, расскажите нам, пожалуйста, почему такие криптовалюты, как эфириум, дэш, долл, атом, не являются ценными бумагами? Спасибо. Это довольно просто объяснить. Наведу-ка я один пример, и все помнят коронадамп. Поднимите руку, кто смог купить туалетную бумагу за криптовалюту в этот момент? Все верно. Никто. Потому что, чтобы купить туалетную бумагу, нужно другую бумагу обменять на туалетную бумагу. И таким образом, одна ценная бумага превращается в другую ценную бумагу. Скажу вам, повезло, если у вас есть в магазине туалетная бумага. Потому что это ценная бумага. И никто вас не может зарегулировать. Потому что СЕК, они тоже обосрались. Обосрались со всем миром. И владельцы криптовалюты, они тоже обосрались. И они не смогли использовать криптовалюту как ценную бумагу, как туалетную бумагу. Поэтому криптовалюта не ценная бумага. Как-то мне убедительно.